Обновление системы на экране компьютера, либо на экране ноутбука. Операционная система обновляется. Происходит обновление системы операционной системы Windows 11, либо Windows 10. Вам нужно просто ждать. Даже если у вас 100% и кажется, что зависло, просто ждите. Ждите час, а в лучшем случае ждите 2 часа. Если обновление системы как бы зависло, если у вас довольно старый компьютер или старый ноутбук, то вам придется ждать дольше. Вы уже ждете больше 3 часов и обновление системы зависло. Нужно с кнопки включения выключить компьютер. Долгим нажатием на кнопку включения и компьютер выключится. Либо вы можете с розетки отключить компьютер. Если ноутбук, так же удерживаете кнопку включения. Ждете 2-3 минуты и повторно включаете компьютер. Операционная система должна загрузиться. Может произойти отмена изменений и в итоге вы загрузитесь в операционную систему Windows. Но если повторно появляется надпись обновления системы и вы не можете загрузиться в Windows, В этом случае вам нужно загрузиться с установочного диска либо с установочной флешки. Операционной системой Windows 11. Переходите в BIOS и первым загрузочным устройством выставляете диск либо флешку с Windows. Нажмем далее, восстановление системы, поиски устранения неисправности, удалить обновление, удалить последнее исправление. В Windows 11 удалить исправление. Если у вас возникает ошибка невозможно удалить обновление. Выбираем удалить последнее обновление компонентов. Удалить обновление компонентов. Вы заранее включили защиту системы и у вас включены восстановления с помощью контрольных точек. Вы можете вернуться на более раннюю дату, если у вас включены контрольные точки восстановления системы. И при обновлении системы, автоматически была создана контрольная точка восстановления системы. Выбираем восстановление системы. Операционную систему выбираем. Далее. И выбираю, когда операционная система загружалась. Более раннюю дату. Нажмем далее. И готово. И нажмем да. После этого, операционная система Windows будет восстановлена до предыдущего состояния, когда Windows загружалась и не было обновлений системы. Выберем командную строку. Раскладку клавиатуры меняем на английскую с помощью клавиши Alt-Shift. Пишем Notepad. Открылся блокнот. Файл. Открыть. Этот компьютер. И ищем, разделаем. Windows у меня расположен на локальном диске C. У вас может быть Windows располагаться на локальном диске D. Буквы могут смениться на MBR жестких дисках. Может быть зарезервирована система быть буквой C, а Windows расположен на букве D. У меня в режиме UEFI Windows, поэтому локальный диск C под буквой C. Закрываем. Закрываем блокнот и пишем команду для проверки целостности системных файлов Windows.SVC пробел слэш сканал пробел слэш оффбуддир равняется букве C двоеточие слэш пробел слэш в правую сторону оффвиндир равняется букве C двоеточие слэш Windows. И нажмем Enter. У вас вместо буквы C может быть буква D. Нажмем Enter. Происходит сканирование системы. Ождайте некоторое время. Дождитесь окончания проверки. Если будут обнаружены какие-либо ошибки, автоматически будет исправлено. После этого перезагрузите компьютер. Какие-либо неполадки с жестким диском. Проверим жесткий диск на наличие ошибок с помощью команды CheckDisk. Пробел. Вводим букву. Может быть буква C или буква D двоеточие. Пробел слэш F. Пробел слэш R. И нажмем Enter. Отключение тома. Нажмем Y. И происходит проверка жесткого диска на наличие ошибок. Может быть какие-либо проблемы с жестким диском. И из-за этого, возможно, у вас долгое обновление системы происходит.